На пресс-конференции в Сочи организаторы, главный из которых Общероссийский народный фронт, рассказали об итогах масштабного футбольного праздника. В президиуме капитаны восьми команд, прошедших в финал. В акции «Уличные красава» приняли участие 35 тысяч футболистов от 14 до 17 лет из 85 регионов России. Это 3420 дворовых команд. В финальных отборочных играх в Сочи приняли участие 168 ребят из 17 регионов. Ребят можно поздравить, потому что сюда приехали 160 человек. Конкурс на то, чтобы попасть в сочинский этап, 250 человек на место получается. Финал турнира проходил на стадионе «Фишт». Там, где за звание чемпиона мира боролись лучшие сборные планеты, сыграли простые ребята, которые любят футбол и обычно гоняют мяч по дворе. В итоге победителями «Уличного красавы» среди юношей 14-15 лет стала команда «Альфа» из Камчатского края. А в группе 16-17 лет победу одержала команда «Инаркой» из Кабардино-Балкарии. Победители получили не только медали и хрустальные кубки. Главный приз – сертификат на установку современной футбольной площадки в своем дворе. Это такая большая перспектива. Я думаю, для нашего города было бы неплохо получить тоже дополнительно в будущем еще какую-то, допустим, спортивную площадку или стадион. При всем том, что нашим детям сегодня есть где тренироваться, где учиться. И поэтому дворовые команды могут готовиться. И на следующий год, я думаю, мы уже примем участие. Команда «Сочи» отсеялась, не дойдя до финала. Улучшить свой результат ребята смогут уже в следующем году. За звание уличного «Красавы» команды побьются снова уже летом.